Привет, мои добрые и хорошие! С вами Наталья Бельгия. Сегодня, что сегодня? 10 февраля. И сегодня очередные зарисовки из жизни февраля. Добро пожаловать! Сейчас мы едем куда-нибудь выпить кофейку, скушать что-нибудь вкусненькое. Сейчас уже обеденное время. И потом меня муж высадит в городе, и я буду гулять по магазинам и смотреть что-нибудь к 14 февраля. Потому что у меня сегодня, вот уже говорю, 10 февраля, и у меня до сих пор нет никакого подарка для любимого мужа. И есть, конечно, идея, но не знаю, как это все получится, воплотить. В общем, едем за подарком. Хотела показать витрины... Ой, каток, здесь нас поставили. Хотела показать витрины с оформлением на День Святого Валентина. Сегодня 10 февраля. И будет уже 14-е. И опомнилась уже, когда проехали торговую площадь. С этим местами буду показывать симпатичные домики. Мусор убирают вот так. Убирают. Какие избушки. Правда, запущенный вот этот домик, но сделано, конечно, красиво. Немножечко прогуляемся. Хочу кое-что рассказать, но вот не знаю, как с ветром будет. Просто покажу окружность. Там вот кафе-магазин. Спорт-кафе называется. Там молодой человек и продает вот эти вот велики, вот это вот все для спорта. И кафе прямо тут пиво пьют. Сейчас буду хвастаться. Ой, ходила сегодня мужу смотреть подарок. Купила ему, конечно, подарок на 14 февраля. Ну и, конечно же, не могла устоять, пройти мимо вот таких вот блокнотиков. Здесь вот на такой вот на резиночке. Это paper blanks. И просто, просто великолепно. Так он называется. Блокнотики. Вот этот вот блокнот, он, видите, с такими толстыми листами, наверное, как для акварели. То есть тут можно рисовать даже акварелью. В этом блокнотике, такие вот добротные. То есть это как арт-бук. То есть я мечтаю этим заняться и вот уже приобретаю. Даже если арт-журналингом я не буду заниматься когда-то, то в любом случае это может пригодиться для чего-то другого. Супер. И второй. Причем, понимаете, они не просто, ну вот бумажные, да, какие-то блокнотики у них. Они, вот бумага такая, она рельефная. Она очень приятная на ощупь. Такая, знаете, видите, просто-просто класс. Ну вот приятно просто держать в руках. И вот такой тоже. Блокнотик тоже. Планкс с лошадками. Лошади, это моя слабость. Особенно такие вот красивущие. Здесь на магнитике. На магнитике. Здесь тоже вот лошадки. Ну и здесь тоже довольно-таки толстые страницы. Но тут вот они пралинованные. Здесь можно писать. Закладка обязательно. По-моему, даже по две закладки у них обычно. Вот тут мы пока видим одну. И сзади обязательно карман. Такой вот. Просто бумага просто обалденно приятная на ощупь. Она прям какая-то, знаете, белюровая, что ли. Такая, знаете, очень-очень-очень приятно ее гладить и трогать. Вот. Что купила. Обожаю. Сегодня готовлю вкусняшку мужу. Вот из такого вот карпаччо. Из сыра моцарелла. Из колбасы вот такой. Чуризо остренькой, итальянской. Яйцо нужно. Панировочные сухари. Мука. Ну, конечно, соль, перец. И вот такие вот специи еще для пиццы есть. У нас соль, перец, в яйце. Это все размешала. И сейчас буду брать моцареллину. Заворачивать в чуризо. Дальше заверну в этот, в карпаччо. Мука, яйцо, панировочные сухари. И на сковородочку обжаривать. Вот это вот мы в клинике. Кстати, здесь здание это довольно-таки новое. Само по себе. И тут еще, оказывается, разрастается. То есть ремонт во все идет, я думала. Оказывается, они добавляют еще здание. И тут еще будет терматология, пластическая хирургия. Ну, то есть много еще всего тут добавится. Вот такой вот центр. Медицинский. Мозан называется. Какая-то у меня улыбка такая дурацкая. Каждое утро. Ну, сейчас уже не утро. Сейчас уже 10 часов. 11-й. И мы сейчас ездили в медицинский центр Мозан называется. И там очень-очень-очень хороший остеопат. Ну, это центр основателей доктора ДД. И у него этот, прямо есть кабинет в этом центре. Вот. И он, прямо, делает чудеса. Это доктор. Он поставит вас, поставит вас обязательно на место. Я вообще, прямо, балдевая. Говорили, кстати, о красоте этих бельгийских женщин. Я говорила, что мне очень-очень нравится. И муж, ну, постоянно так думает. Ну, был против. Ну, то есть, понять не мог, в чем красота. Мы тут разговорились на эту тему. И, да, действительно. У 80% бельгийских женщин я вот сейчас стала это замечать. Может, просто потому, что муж заострил внимание на этом. Но просто попы, они бесконечно. Они огромные просто. Просто. Жирная задница, простите за выражением. И на самом деле это так. И вот вроде красивая-красивая. Посмотришь, и такая, знаете, ну, вообще несуразница какая-то. Несоответствие размера полное. Ну, ладно, это с отступлением. В общем, я говорила про этого доктора Диде. Диде? Дидей. Доктор Дидей. Вот. Ну, волшебник, конечно, в этом плане. Он, ну, доктор по призванию. То есть, он успокоит, погладит по головке, знаете, вот из этой серии. А что лечит? Как раз отношение врача, да, оно вылечивое. Ну, и, конечно, остеопат, он отличный. Вот. И что? Что, что? А? Ты с вами. Ты с вами? Угу. Едем выпить кофейку и покушать что-нибудь вкусненького. Кошечка вот тоже бы хотела определить свою викрити. Видите? Да, кукушечка. А ты свою прокрити-то хоть знаешь? А? Лола? Сегодня субботка, с утреца готовим, ну, типа кексика, что там называется, пирог каткаах. Каткаах? Катка, это в переводе 4 четверти. То есть, очень легкий рецепт, по названию очень легко запомнить рецепт, 4 четверти. То есть, вот 4 яйца, 250 грамм масла, 250 грамм сахара, 250 грамм муки. Ну, вот единственное, что еще добавляется, ваниль и, вот она, ваниль и чуть-чуть пекарский порошок. И ванили, ну, грамм есть. То есть, вообще берется сахар вместо 250 грамм, 240 грамм сахара считается. И 10 грамм ваниль, получается 250 грамм. Тоже четверть получается все равно. Вот. Сейчас мы это все замешиваем. И в духовке тесто получается вот такое вот достаточно. Жидкое. Вот такая вот у меня есть форма. Тут даже вот рецепт написан тоже. Пирога лимонного. Вот я его еще ни разу не пробовала. Вот такая вот формочка. И здесь, значит, можно ее даже и не смазывать у меня. Да, это вот форма Тефаль. Очень классная она. Ее можно даже не смазывать маслом. Ну, никогда я не смазываю. Вообще, ну, вот для этого пирога прилагается смазывать сливочным маслом по краям формы. Вот. И сюда, значит, выкладываю. Так вот он выглядит. И сейчас нужно поставить в разогретую в духовку до 180 градусов. И выпекать при 180 градусах, градусах минут 50. То есть нужно посматривать, посматривать на него, чтобы он не подгорел. И если не подгорает, то можно оставить на подольше еще, чем 50 минут. Вот нужно смотреть. И, кстати, вот еще сейчас только что достала. Будем кушать вот такие вот роллы. Это из теста Фила. Здесь внутри фарш. И здесь вот несколько сыра внутри. Так, мы все ставим. Кстати, вот у меня баночка из-под масла ги закончилась. У меня помытая стоит. Ждет следующей партии. Следующее масло я буду делать не как обычно, не на плите. Попробую сделать его в духовке. Говорят, что в духовке масло получается лучше. Вот, значит, мой пирож кекс. Кяткяр называется. Четыре четверти. И 50 минут вот он у меня простоял. И лимит, лимит. Видите, вот уже еще минут пять, и он уже бы начал подгорать. Вот так вот в разрезе. Очень вкусненький, не сухой. Ну, в общем, классный. Всем рекомендую. Вчера с вечера испекла хлеб. Ну, поздно уже вечером. И вот он ночью у меня простоял, остыл. И сейчас уже готов к употреблению. Это я готовила по новому рецепту. Вот видите, вот эта вот буханочка первая была. Она чуть-чуть, ну, чуть-чуть она не подгорела, но уже готова была к этому, чтобы верх подгорел. А вторая буханочка вот эта вот отлично испеклась. Мягкая, очень мягкая. То есть класс вообще. Этот хлеб быстрый, по быстрому рецепту дрожжевой. Вообще я против дрожжей. Я вот сейчас как раз поставила бездрожжевую закваску готовиться. Но хлеб нужно было готовить быстро, потому что я же решила шоппинг делать по понедельникам. Обычно мы по субботам делаем. То есть все покупаем и ребенку, чтобы делать бутерброды, у него, конечно же, есть хлеб. Идти в колледж. Вот. А раз мы решили по понедельникам делать шоппинг, то все прикончилось. И принципиально, конечно, можно было сходить и купить в магазин. Но я решила, что нет, мы не поедем ни в какой магазин, а поедем, как решила, в понедельник, так и поедем в понедельник. Вот. И раз хлеба не было, то я, конечно же, решила испечь. А так как надо было быстро его испечь, то решила испечь по быстрому рецепту с дрожжами. На приготовление такого хлеба где-то уходит 2-3 часа. 2, наверное, да. 2 часа. С половиной. Вот. И еще на вкус не пробовала, сейчас попробуем на вкус. Ссылку оставлю на этот хлеб, где я его взяла. Такой вот хлебушек в разрезе. Очень мягкий. Завтрак. Все беды этого мира на девочку прям свалились. Все неприятности. Вот из вселенной. И как тяжело жить, кошечки. Очень сложно жить, ну, кошечка. Очень сложно тебе жить. Ой, не говори. Беда, беда, беда. Чай с лимоном. Простуда. Прочистила. Вот наша заквасочка, представляете? Вот она прям рвалась из коробки, видимо. Вот такая вот, прям, представляете? Наполненная, видите? Такая толстенькая, жирненькая. Это полностью натуральная закваска. Сделана собственными ручками. Сейчас я буду печь хлеб из нее ржаной. Она прям попыхивает. Аромат, конечно, восхитительный от этой закваски. Не такой, как от дрожжей, конечно, разница ощутимая. Она даже, вон, вылезла через фрит. Фрит. Учит английский. Хлебушек. Это растаивался он стоял. Видите, как хорошенечко поднялся. Это хлеб из закваски, который я делала, собственно, ручно. Из домашней закваски. Без дрожжей, без яиц. Вот так вот поднялся. Сейчас буду ставить его в духовку. Готовая водичка, которую буду на дно духовки ставить уже. И будем смотреть, что это из этого выйдет. Ну, вот наша готовая буханочка. Такая вот она блестященькая, гладенькая сверху, потому что я ее опрыскивала водой, открывала. Из пульверизатора опрыскивала водой. Вот она заблестела. И сейчас накрою влажным полотенчиком. И она будет у меня отдыхать, остужаться. Нужно будет уже потом резать ее. Так вот в разрезике получилось. Надеюсь, успеем, увидим. Вот там в процессе идет ведьмы. Городер Акур. Не видно. Праздник такой. Карнавал. Не успеем. Жалко. Сейчас поедем. Вон они. Как раз я там с ними сейчас. Все, кто готов. Можно было ее? Впереди еще интереснее. У меня муж просто идеальный человек. Нас, наверное, сейчас и не пустят туда, это склост. Мы решили с другой стороны заехать, а тут, смотрите, закрыто. Движение. А вон. Интереснее. Движение. 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 а кто знает что это за похоже на цитрусовое вот еще новинку показываю сегодня купили от этого от la fermiere что-то даже как-то называется то вижу у вас у шоколад шоколадный крем или пудинг или что-то ну как крем да попробовать ни на что не ложится глаз вообще последнее время у меня смотрю на эти все полки с продуктами химическими технологическими производственными и никуда они не ложится прямо глаз ну а вкусненького все нужно что-то хочется этому вот тела буду пробовать эксперимент девчонки мальчишки вот у меня есть вот такой вот девайс который убирает катышки должен убирать катышки есть вот такой вот классный такая вот кофта кардиган все просто просто великолепный это мой любимый один из моих любимых вообще я покупала еще в россии то есть ему больше семи лет уже этому кардигану но это единственный самый лучший из всех которые у меня были после которые у меня сейчас есть и были которые до этого это вообще самый лучший кардиган самая лучшая кофта но как вы понимаете ничто не вечно и давно же ей вот этот пришел срок у нее много катышков образовалась видно будете вот прям очень много катышков и не так грустно с ней расставаться просто просто невозможность замену я и нигде не не могла найти никогда этому кардигану поэтому сейчас вот вооружившись вот этой штукенции я попробую реабилитировать кофту если что-то выйдет я буду безумно счастлива ну а если ничего хорошего из этой идеи не выйдет то придется наверное все таки с ней уже попрощаться признать в конце концов что время пришло ну что я могу сказать убирать катышки руками оказалось гораздо эффективней чем убирать при помощи вот этой девайса я вот сейчас не знаю даже что что делать то есть из этих двух вещей вот если выбрать вот эту кофту вот это девайс девайс точно в мусорку пойдет без сожаления а вот над кофтой обещала выкинуть но вот попробовала эти катышки убирать руками руками оказалось гораздо эффективно правда долго это все делать но может быть еще и прослужит не это кофточка эти вот катышки в общем не знаю девайс точно в печку я не знаю для чего для каких ну для какой ткани это предназначено для каких изделий может быть если катышки небольшие это будет полезно хотя с другой стороны или там один катыша когда его проще убрать быстро руками чем использовать этот девайс и какие-то мелкие совсем уж катышки я не знаю вряд ли он вообще с этим справится то есть но я не знаю для каких целей это вообще предназначено вы что думаете по этому поводу если у вас такие аппараты и вообще полезны ли они у вас в вашем быту если были или есть может порекомендуете какую-нибудь марку особенную еще хотела показать вот такой вот магнитик мы получили это из италии к новому году от женички из вообще огромное огромное спасибо ой так приятно получать письма особенно когда у них вот такие вот приятные сюрпризики женщка спасибо тебе огромное привет передавай своему благоверному луке и вашим деткам ну все мои хорошие буду на этом с вами прощаться надеюсь что вам понравилось провести с нами какое-то время в наших днях и желаю вам как всегда всего самого наилучшего желаю вам радости желаю вам побольше позитивных эмоций но самое главное пожалуйста будьте всегда счастливы пока